В Приморском крае уже не первый год действует госпрограмма, направленная на развитие сельского хозяйства и регулирование профильных рынков. И повышение уровня жизни сельского населения, а главное доходов периферийного бизнеса, ощутили не только производители, но и покупатели Приморской столицы. Выставка-ярмарка продуктов питания стала настоящим праздником и буквально притянула к своим торговым лоткам всех, от мала до велика. Я недавно пришел, но мне очень понравилась ярмарка, потому что здесь большое разнообразие товаров. Вот купили колбасу, весело, интересно. Мы, правда, здесь немного проездом. Замечательная ярмарка, замечательная продукция. Раньше же как бы это историческое место, это центр города, здесь всегда была ярмарка. Раньше. Это две минуты, но нам уже весело. Стать участниками выставки выразили желание 65 компаний со всего Приморья. Среди десятков производителей особенно примечательной и, как утверждали гости ярмарки, вкусной оказалась продукция компании «Милоградовская». Натуральные молочные продукты по достоинству оценили все, кому довелось продегустировать «Милоградовские гостинцы». О том, что же попробовали и как много, рассказали сами продавцы. Сырок, ряженку, варенец, то есть все, молочко, наливали все, все разобрали, все пробовали, все вкусно. Сказали, все хорошо. Разнообразие продукции – лишь одно из достоинств компании «Милоградовская». Вся линейка производится в экологически чистом районе Приморского края, вдали от вредных производств. Ведь основа экономики одноименного населенного пункта в Ольгинском районе – лесозаготовка и, конечно, сельское хозяйство. Знаете, в основном берет наше масло. Хоть оно и стоит очень дорого, но натуральное и очень вкусное. Разошлось все, даже не хватило. Кроме качественного молока, гости ярмарки разбирали как горячие пирожки, мясные и рыбные продукты, а также дары приморских огородов. Ягоды, фрукты, овощи – этого добра было в избытке. Среди производителей замечены даже гости из ближнего зарубежья, точнее, из Вьетнама. Ну а тех, кто стоял в очереди за покупками, развлекали культурной программой. Выставка-ярмарка проработала два дня. На вторые сутки организаторы даже устроили торжественную церемонию награждения победителей. Ну а гости, как и участники, уверены – подобным ярмарком во Владивостоке быть. И как можно чаще. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом.